Мы находимся на дне поля группы компании ЮМЗ. Здесь представлен ряд техники, как новинки, это сейлка дисковая МС-8Д, так и классическая сейлка полозавидная, которая претерпела ряд изменений. Смотрите, добавлена пружина усилия на сошник, раньше его не было, есть возможность регулировки. Помимо этого, сама туковая система претерпела кардинальные изменения, то есть бункер остался тот же, появилась выносная катушка, которая производит дозирование, нормирование удобрения. Ну и, естественно, изменилась внутренняя часть бункера, то есть, по сути, убрали здесь вал, который стоял, и который, в принципе, допускал просыпание удобрений. Сейчас остались технологические щели, где высыпь удобрений идет непосредственно на катушку и дозирование отдельно стоящими катушками на каждый высевающий аппарат. Кроме этого, внесены изменения в зоне приводного колеса, в зоне редукторов. Колесо вынесли через паразитное соединение, так скажем, в сторону. Это сделано для чего? Для того, чтобы ранней весной, когда мягкая земля, трактор позволял поставить второе колесо, то есть работать на спарке. Раньше, когда колесо стояло непосредственно против редуктора для удобрений, не позволял поставить спарку. Кроме того, сделали еще съемную маркерную систему, можно ее разболтить, снять. Маркерную систему для чего сделали съемную? Для того, чтобы можно было ходить, сеять по навигации раз. И завод сделал носитель, системный носитель, на который можно навешивать две сейлки. Изменена система разрежения воздуха. Вместо трубы, в части рамы, в которой служил система разрежения, поставлена так называемая медуза. И на каждый высевающий аппарат выведены отдельно шланги. Эта система тоже уже сделана с весны, не нова, обкатана, хорошо себя зарекомендовала. Проблем в работе не создает.